Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас в аукционном доме МакДуглс. И сегодня я хотел бы поговорить о работе Михаила Ларионова «Лежащая обнаженная». Картина была написана в середине девятисотых годов. Работа эта является безусловным шедевром. Она необыкновенно важна для всей истории русской культуры. Вот, посмотрите, вот он, портрет Явленского. Вот он, весь будущий голубой всадник мюнхенской группы. Лежащая обнаженная. Казалось бы, все на поверхности. Обнаженная дама на голубом покрывале, на кровати, на фоне цветистых обоев. Но если чуть-чуть смотреться, мы видим, что обои превращаются в великолепные заросли. Покрывала и сама кровать начинает спадать ручьем. Перед нами Ева. Причем Ева – это часть того чудесного мира, в который поместил ее художник. Вы обратите внимание на удивительный, крупнозернистый холст. Работа написана на мешковине. И вот это вот грубое переплетение жизни – это фактура. Это необычайно важно для Гларионова той полры. Это игра смыслов. Это перетекание одной реальности в другую. Лежащая обнаженная не является идеалом красоты. Но она невероятно привлекательна. Она невероятно сексуальна. Как привлекательна, обаятельна, обворожительна сама жизнь. Эта работа Ларионова, безусловно, радостная, безусловно, вдохновенная. И вот этот вот абажур, или край платья феи, и этот солнечный свет, и эти цветы ярким солнечным пятном, они перемещают нас в яркую, залитую светом блаженную вечность. По заключению я бы хотела сказать несколько слов о работе Натальи Гончаровой, жены Михаила Ларионова. И «Дровосек», и «Лежащая обнаженная Ларионова», они написаны в одной манере, но они очень отличаются друг от друга. Если у Михаила Ларионова человек является частью этого мира, то у Натальи Гончаровой человек является контрастом с окружающим миром. Деревья-великаны распустились, как огромные цветы. Деревья – несут в себе праздник и радость. А маленький-маленький человек, хоть и написано в той же цветовой гамме, он сгорблен под непомерной ношей. Он сам по себе, и его тяготит, то, что его окружает. Два мастера в одной манере создали два непохожих шедевра, и тем не менее они ценны и любимы нами. Продолжение следует... Продолжение следует...